Здравствуйте, друзья! Сегодня 26 февраля, и я буду сеять томаты на рассаду для теплицы, которые буду отапливать с середины марта примерно. Поэтому мне сейчас вот в самый раз их посеять. Всё я приготовила. Набрала в стаканчики грунта. Сейчас расскажу вам про грунт. Поставила на тёплые коврики. Но это, конечно, временное явление. Как начнут петельки показываться, я сразу их уберу, где попрохладнее. Грунт у меня из почвабрикета универсальный. Сейчас покажу. Здесь всё есть абсолютно. И питание, стартовый заряд. Вот здесь написано, что верховой, переходной торф, вермикулит, удобрение, и азот, и фосфор, и калий, и микроэлементы, железо, магний, цинк. Всё абсолютно в доступной форме. Ну, что я хочу сказать. Я, конечно, поторопилась. И теперь точно понимаю, что этот почвабрикет, универсальный торф, нужно обязательно разбавить один к одному старовито грунтом. Я пользуюсь старовито. Он очень быстро пересыхает. Но я думаю, что у нас томаты простоят недолго в стаканчиках, и я их всё равно потом буду пикировать, и я думаю, будет всё нормально. Но хочу сказать, что ненормально это с луком. Вот я посадила в такой торф из почвабрикета, и вот торовито, живая земля. Здесь пересыхает. Ну, меньше. Но я ведь что хочу сказать, что лук-то я собиралась держать вот в этом ящичке до высадки в грядке на постоянное место. И я думаю, что мне будет держать сложно. Он будет пересыхать. Поэтому я, наверное, когда затоплю теплицу, я его перепикирую. Я всё экспериментирую, пробую. И вот пришла к такому выводу, конечно, что торфабрикеты идеальные вот эти, очень хорошие, структура хорошая, но всё-таки их нужно мешать с грунтом. Они очень быстро пересыхают. Как и раньше поступало, буду обеззараживать хлорогексидином. Вот аж пять бутылочек взяла. Потому что у меня очень много сортов. Всё подписала. Вот теплица номер один. Всё у меня в тетрадке написано, чтобы ничего не перепутать. И всё сейчас я замочу. Под номером шестьдесят у меня злая маслина. А вот номер шестьдесят. Я сейчас семянки замочу и подпишу. Семянки такие мелкие. У злой маслины. Всё я обработала хлорогексидином. И сейчас покладу вот ватный диск сюда. И опять всё залью. И так буду поступать с каждым сортом. Всё это, когда сделаю, тогда вам покажу дальше. Друзья, ох и люблю я позаморачиваться. Уже покаялась, что стало их обеззараживать. То есть, ну, как бы замачивать, обеззараживать. Для меня это одно и то же. Потому что я сейчас буду их держать с полчаса. А потом начну сеять. Ой, как это долго. У меня же ведь, представляете, сколько здесь сортов. Это ещё только в первую теплицу. И пока раскладывала семянки и думала, если взойдут все, буду распекирую все. Нет, мне ставить абсолютно будет некуда. Хоть бы себе, как запланировано, сделать. А остатки наверняка уже все поудалю. Хотя будет мне очень жалко это сделать. В теплицу я, конечно, буду высаживать 1 мая. Вот. Поэтому мне вот как раз это всё впору. Вот так. Друзья, я вам не показала, что буду сеять. Ну, вам зачитаю. Потому что показывать это будет очень-очень долго. От Маринковой длинные розовые. Дедушкиного петуха крылышко. Бычье сердце. Бычье сердце минусинское. В общем, два бычьих сердца. Одно у меня было. Уже я хочу их сравнить. И второе, вот, бычье минусинское сердце. Ночная свечья. Шоколадные свечи. Этуаль красная. Корейский длинноплодный. Медвежья лапа. Сливка гурман. Клубника мисси шлаубах. Николас. Гирлянда засолочная. Изюмный розовый. Вити 16. Каз 21. Череповец. Домашний от гонсеровских желтый. Домашний от гонсеровских красный. Буракерские любимцы. Так. Зайлийский алатау. Олиферовские. Говядина с куста. От гоши. Плоскоокруглый. У меня три от гоши. Желтые. Сердцевидные розовые. И вот плоскоокруглые. Пока один посадила. Посажу. Дробленое сердце. Древнее сердце аквитерами. Минусинские от Балуева. Яша Югославский. Минусинские шары. Сарт. Ролуаз. Нина. Помадное сердце. Бавринские. Сланкарц. Так. Падишах. Вишневый от Зуси. Дикий тимьян. Минусинский бурлак. Черри. Лазурная амброзия. Хохлома. Кулак поддубного. И злая маслина. Вот такие я посею. В теплицу номер один. А в теплицу номер два буду сеять 12 марта. Так. И в рассаднике тоже буду сеять сегодня. Это первый рассадник. Буденовка. Малиновка Семипалатинская. Малиновка Яблочная. Там редко где по два кустика. Все по одному. Тайга. Анна Русская. Воловье сердце. Сердце Келли. Красный Петух. И Воловье сердце Минусинское. Все-таки сравню какие они разные или нет. Трюфель Малиновый. Это уже следующий парник. Трюфель Розовый. Трюфель Золотой. Японский Краб. Бычий Лоб. М-Чемпион. Бычье Сердце Компакт. Вельможа. Черный Ананас. Сахарная Анастасия. Чудо Алтая. Оранжевое Чудо. Ну вот еще один парник. Козула 186. Козула 142. Козула 156. Козула 136. Козула 120. Козула 132. И Козула 130. Козуле повезло побольше. Я их всех посажу по два растения. Кроме конечно двух. Там получится по одному. Друзья, прошло уже полчаса. Даже больше. И буду сеять томаты. Ну все как у всех. Буду пользоваться опять таким вот карандашом. Здесь ровно сантиметр. И буду заглублять. Делать луночки. И сеять. Так, у меня 18 номер. Это от Маренковой. Минусинский. Я даже циферку ставлю 18. Минусинский. Минусинский подпишу. От Маренковой. От Маренковой. Чтобы не запутаться, друзья. От Маренковой. Маренковой длинный розовый. Вот даже так. Розовый. Вот так. Ставим сюда прям сразу бирочку. Ставлю, чтобы точно уже не запутаться. 18. Здесь у меня тоже 18 номер. Вот. 18. Открываю. И. Так, это 19 еще схватило. 18. Так. Открываю и кладу 3 зернышка. Вот одно. Второе. И третье. Так, вот его сюда. Все я не присыпаю. Хотя, знаете, я бы вам посоветовала, чтобы вы присыпали сверху землей такой сухой. Я ее приготовила уже. Может я потом и присыплю. Ну, у меня стаканчики полные. Чтобы корочка не образовывалась. У меня стаканчики полные. Ну, вот сейчас я все посею. Из пульверизатора побрызгаю. Земля, если осядет, то я уже вот приготовила. Здесь вот у меня земля. Видите? Сухая. Может быть я и присыплю. Если у меня не будет места, присыпать не буду. Они и так взойдут, и так взойдут. И все будет нормально. Это только первый ящик. И то 10 сортов даже не вошло. Вот сейчас я вот так вот сбрызгаю. Маленечко побрызгаю. Потому что у меня грунт весь увлажненный. И мне больше не надо. Вот так понемножечку. И все-таки он маленько сел. И я сейчас подсыплю сухой землей. Сухой землей. Совсем понемножку. Совсем. Чтобы он не подсыхал, грунт. Вот даже больше ничего делать не буду. Вот так вот подсыплю. Помаленьку. Помаленьку. Не буду утрамбовывать ничего. И я думаю, что все у нас будет нормально. Совсем понемножечку. Вот что-то комочек попался. Ведь я весь этот грунт ходила в теплицу. И через сетку все просеяла. Чтобы не было там уже совершенно ничего. Он такой весь рыхленький. И то маленький комочек попал. Она присыпалась. Как ничего не взойдет. Сильно глубоко. Ну, я думаю, что все взойдет. Вот стоит на месте. Все весь отмечены бирочками. Я думаю, что ничего я не потеряю. Да и не должна бы я так долго, кропотливо сидела, подписывала, что думаю, не перепутаешь. Закрыла целлофанчиком. И все пусть стоит. Друзья, вот у меня так находится эта светелка, что солнце вот сейчас 20 минут второго, а солнышка уже совершенно здесь нет. Оно уже ушло за дом. И поэтому я так рано включаю подсветку. Она у меня буквально часа два без подсветки. Стоит три. Да три даже, наверное, не стоит. И я опять все включаю. Друзья, буду сама теперь досаживать свои, досеивать помидоры. А с вами попрощаюсь. До свидания. С вами была Наталья Гелезудина. Все уже всем понятно. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова